Здравствуйте, уважаемые ученики девятых классов. Мы начинаем цикл онлайн-уроков по предмету Румын и всеобщая история. Тема культура и наука МССР в 1944-1991 годах. Идеологизация культуры МССР, Коммунистическая партия и советские государственные органы полностью подчинили образование, науку и художественное творчество своим идеологическим принципам. Деятельность интеллигенции находилась в прямой зависимости от интересов коммунистического режима. После 20 съезда КПСС, на котором состоялось разоблачение культа личности Сталина, появилась надежда на изменение существующего положения. Оттепель, охватившая все сферы общественной жизни, в том числе и культуру, сопровождалась открытием новых имен и значительно активизировала творческую мысль среди интеллигенции МССР. В Брежневский период поддержку получали только те культурные учреждения, творческие союзы и редакционные коллегии, которые в своей деятельности во всем следовали общеподти на линии. Все это обусловлял отъезд за пределы республики и страны выдающихся деятелей национальной культуры. С конца 50-х годов осуществлялся переход на всеобщее восьмилетнее образование, а к середине 70-х годов была реализована программа всеобщего среднего образования. В 1950-1986 году число учителей возросло более чем вдвое. К 1985 году в МССР насчитывалось 887 общеобразовательных школ. К 1986 году в республике насчитывалось 8 высших учебных заведений. В образовании было осуществлено ряд ошибок, с тех которых сужение сферы применения родного языка на всех уровнях обучения, принижение роли национальной истории, а также игнорирование национальных традиций. В области науки государство выделило значительное средство для научных исследований. В 1961 году открылась Академия наук МССР. В области гуманитарных наук предписывалось проведение исследований и отражение процесса в соответствии с требованиями Коммунистической партии. Вышившие в этот период работы и монографии содержали немало фальсификаций и ошибочных оценок минувших событий. Выдающиеся личности МССР. Развитие медицины и здравоохранения связаны с именем Николая Тисцимецану, который в 1959-1963 году занимал пост ректора Кищеневского медицинского института. В 1963-1968 занимал пост министра здравоохранения. Антон Васильевич Аблов, молдавский советский ученый, основоположник координационной химии в Молдавии, академик Академии наук Молдавской СССР. Основные работы связаны с координационной химией. Изучал комплексные соединения переходных металлов, в основном кобальта и никеля. Синтезировал соединения на их основе, в том числе биологически активные. Разрабатывал пути их применения. В сельском хозяйстве проводил исследования в области ионнообменной экстракции для получения чистых металлов. Владимир Александрович Адронакеевич, молдавский советский математик, алгебраист, организатор науки, доктор физико-математических наук, академик и вице-президент Молдавской СССР. Заслуженный деятель Молдавской СССР, лауреат государственной премии МССР, полученной в 1972 году. И давайте мы с вами сделаем выводы. Какие были минусы? Вышедшие в этот период огромное количество работ, посвященные изучению национальной истории, содержали огромное количество фальсификаций и ошибочных оценок минувших событий. Большинство лингвистов придерживалось официальной теории, пропагандируя коммунистической партией и партийными органами власти республики, о существовании отдельного молдавского языка на территории МССР. Какие были плюсы? Стоит признать и успехи в развитии культуры. В области точных наук был создан целый ряд открытий и направлений, получивших широкое признание в СССР и на международном уровне. Уровень образования в МССР существенно поднялся по сравнению с предшествующими десятилетиями. Научно-исследовательские институты были ориентированы на подготовку специалистов на нужды крупных промышленных предприятий. И давайте с вами изучим. Опишите успехи, которые были достигнуты в развитии науки и образования в МССР в 1947-1991 годах. Спасибо за внимание и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова